Сегодня 31 градус в тени, жарко, пчела начинает выползать на прилетке, улья переполнены медом, но послезавтра похолодание опять. Вероятнее всего расширять мы до 4 корпусов не будем, пусть набивают полные. Весовой улей уже переполнился, еще 2 килограмма и будет 100, а 100 это 40 килограмм в улье меда принесено с 20 мая. Вчера было 6 с половиной, позавчера было 6, ну и сегодня килограмм 5. Доброе утро, друзья, коллеги. Вчера на пасеке не был, с утра был дождь, ну а после обеда прохладно. Еду сегодня посмотреть и определиться, когда же качать мед. Пять дней назад вчера акация здесь еще благоухала, я вам показывал, давала 6-7 килограмм, сегодня ее практически уже нет. Серая, обитая ветром и дождем, бледная акация. Десять дней и ее нет. Готовишься год, а кто-то получил, а кто-то и нет. Все, ждем теперь следующего года. Задают вопрос, когда же качать мед. Ну, раньше по молодости, когда были выборы между акацией, эспарцетом, горчицей, ледичьей и другими медоносами, то, естественно, качали быстро, оперативно. Некоторые, даже несмотря на то, что он жидкий. Вот видите, какая акация. Вроде бы как и есть, но она уже, в общем-то, отсвела. А сейчас выбора нет. Надо ждать недельку, чтобы они запечатали его как можно больше, и тогда откачивать. Ну, у кого, вот говорят, там рапс рядом светет, горчица, то или надо уехать, потому что брызгают от вредителей эти растения, культуры, чтобы не потравить пчел. Ну, а если у агроном скажет, что брызгать не будет, ну, надо тогда откачивать, потому что мед, вот показывали с рапсом недавно в ролике, товарищ, он мутный. То есть он в течение двух-трех недель сядет и превратится в кашу. Дождик хороший прошел, хоть и полдня. Все мокрое. Объезжал ямы на асфальте, по грунтовочке, машину водит. Так что влага в полях не уменьшается. Если некуда уезжать и нет перспектив, надо выждать недельку и откачивать. Сейчас я подъеду на свою пасеку, разберу весовой улей, от и до, посмотрю, какие, так сказать, перспективы. Если нет рефрактометра, берете рамку, вытаскиваете, если она залита полностью. И трусите, как пчел струшиваете для откачки. Если не брыжит, можно качать. Тем более пчелы мед складывают постепенно, выпаривая и запечатывая. И поэтому полностью залитая рамка, это считайте, что 17-18% влажности вам гарантированно. Можно качать. Есть и такая еще акация, вроде бы как свежая, но ее осталось так, процентов может 10-15. Пчелки не видать, холодно, 17 градусов тепла. Сейчас прогреется, может пойдет в работу. И такая вот облетающая акация уже отсвелшая. Гул слышен, но пчелы мало, не видно. А может пчел мало. Многие ребята говорят, стоят практически везде одни. Но только в лесу у нас там, в Цемлянском, там набито всегда пчеловодов. А так по полям практически пчеловодов нет, да и я не видел. Прошло два дня, весовой пополнился на 1,4 килограмма. Узбечка принесла за это же время 4,5, но у нее вес 77-100 на сей момент. А у этой весовой 100 килограмм. Может они больше выпаривают, может уже некуда носить. Смотрели семью 12-го числа. 12-21 получается первое-второе число. Вот первого-второго числа, в принципе, расплода не будет никакого. Вощина залита. Залито. Сейчас попробуем рефрактометром влажность меда. Влажность меда 17% в открытом соте. Распечатал за брус 16,5. Разница практически небольшая. Можно качать. Расплод. Вторая рамка расплода от бруска до бруска. Вот такие должны быть через неделю 6 рамок. Третья рамка от бруска до бруска. Четвертая рамка от бруса до бруса. Матка никуда не улетела, все на месте, никакого роевого состояния нет. То, что я вам и рассказывал. Пчела будет сейчас печатать мед, перерабатывать. Хорошая матка сеет, а хорошие пчелы носят ее представители. Если уж мы разобрали семью, мы сейчас ее приготовим, создадим отводок и подготовим ее к качке. Это будет сделано следующим образом. Сейчас поставим корпус вощина-суш вторым, перенесем туда 2-3 рамочки расплода, туда поставим вниз вощину и поставим два корпуса медовых. Они перенесут во второй, третий, четвертый корпус еще медок или мы поставим мед с нижнего корпуса, который уже готов. А все остальное снесем вниз полупустое и пусть они там дальше развиваются. Пришлось поменять весы, потому что тут 100-килограммовые. Снял и поменял. Сейчас придется ставить обратно этот улик на другие весы. Ну и что мы сделали? Сюда поставили три рамки вощины, три рамки расплода поставили вверх, матку посадили вниз. Поставили вощину во второй корпус и малометки с пергой. Теперь решетка. Придет матка, мы туда посадим клеточку во второй корпус. И в общем-то отводок готов. Матка здесь, новая матка будет во втором корпусе. Придут матки, посадим туда в клеточку через 3-4 дня. Откроем ее, готов отводок, откачана будет семья. Это 77,5, было 77,100 с утра. 400 грамм принесли. Оказывается весы показывают правильно. Обменом весов проверили техническое состояние. Все показывают правильно. Ошибок нет. Это отсаженная матка. Понатянула. Забыл ей поставить расширить. В общем развивается сама по себе. Это, как говорится, раздолбайство по-русски сказать. Что ж ты нас не расширил, а? Видите, беленьких красивых языков понатянули. Ну сейчас им дадим рамочку. Заполним до 4-х. Обрежем. И плотненький засевчик. Ну матку искать, наверное, мы не будем. Она нам не нужна. С обоих сторон засев. Печатка. Ну и там, наверное, засев есть. Можете сказать, что я не добрал меда, потому что не поставил 4-й корпус им всем. Ну, вам скажу так. Я исходил из того, что было. Во-первых, нектар был густой. Выпаривали с 8 килограмм всего-навсего 900 грамм. Это очень густой нектар. Такого я не помню. Всегда с 8-9 килограмм выпаривали около 2 литров воды. Влаги за ночь. Поэтому я и не стал ставить корпуса. И вы видели. Мед сложен плотно. Все рамки залиты. Весовый улик весит 104 килограмма. А когда у меня было 4 корпуса, стояло, помню, 1 год. Весовой улик весил 112 килограмм. То есть всего-навсего 8 килограмм лишних было в 4-х корпусах. А сейчас 104 компактно расположились в 3-х. Так что сделано все правильно и умно.